Уважаемые коллеги, начинаем после матча и пресс-конференцию. Завершился поединок команд футбольного клуба Торпеда Владимирова и футбольного клуба Чита. На ваши вопросы готов ответить наставник Чикинцев Евгений Сергеевич Павелевая Галкин. Так, стоп, переписывай. Бывает. Уважаемые коллеги, начинаем нашу после матча и пресс-конференцию. Завершился поединок между командами футбольного клуба Торпеда Владимирова и Чита. Наставник гостей Евгений Сергеевич Галкин Евгений Сергеевич, комментарий по матчу, пожалуйста Тяжелый матч получился Достаточно хорошая, опытная команда Торпеда Владимир Хорошая линия обороны у них опытная Но у нас не получились наши атакующие действия Мало было агрессии, мало было подходов Мало было шансов Поэтому Торпеда Владимир заслуженно победили После прошлого поединка в Орехово-Зуе Очень много критики было в адрес Молодого голкипера Даниила Полянского А сегодня, наверное, один из лучших Да, я бы не стал так оценивать его игру Молодой голкипер, у него есть и хороший и плохий матч Это все молодые футболисты Поэтому Сыграл неплохо Но поанализируем, посмотрим Обсудим уже Внутри команды его Вы сыграли два матча на выезде Предстоит третий матч на выезде А когда последний раз дома были? Дома, где я в Чите? Или дома у себя дома? Ну, дома у себя и дома у Чите Ситуация как бы такая Команда находится в Забайкальском крае Естественно, летать туда-обратно на каждой игре тяжело Поэтому На сборах провели полтора месяца на сборах Сейчас у нас такой турнель Три игры на выезде Ну, мы, в принципе, привыкли к такому режиму К такой работе Приедем, будем зато пять недель в Чите Уже всех будем ждать принимать домашние игры наши Почти две недели у Владимира Вот как был обустроен быт команды Вот еще там недели предстоит Быт команды В плане тренировок удавалось не тренироваться Что удалось посмотреть в городе? Слушайте, в городе успели посмотреть только тренировочную площадку и стадион Поэтому у нас маршрут от стадиона до тренировки и дальше работать Поэтому времени особо нет посмотреть в город Возможно, сегодня прогуляемся Чуть проветримся Коллеги, ваши вопросы? Евгений? Да, Арсенович Пожалуйста, пожалуйста У вас команда одна из самых дальних, скажем так, в лиге в нашем Как уверенно смотрите в будущее у вас? Надежда есть, что будете играть, продолжать Ко всему сказанному до этого? Конечно, у нас через неделю уже игра Ну, я имею в виду, сезон туда играете А то я сейчас обычно половин команд Слушайте, у нас игра Через неделю мы к ней готовимся Что дальше будет, это уже от игрек в игрек А перспективы у вас, какие задачи? Выиграть следующую игру Евгений Сергеевич, вопрос такой Если не проводить аналогию с предыдущей игрой Варихова-Зуева против Знамя Труда Не показалось ли вам, что качество футбола Именно в том матче было Ну, у ваших футболистов повыше, чем именно в этом? Слушайте, да, я с вами соглашусь Что прошлая игра мне даже понравилась больше Несмотря на результат на счет Но это зависит от уровня сопротивления Поэтому Владимир оказал очень достойный уровень сопротивления Очень хорошие у них футболисты Командная игра Поэтому они не дали нам реализовать наши сильные стороны Если с Орехами мы играли такая бою Острая игра, было много свободных зон То Владимир нам этого не предоставил И нам было тяжело Несмотря на результаты, есть ли, чтобы похвалить команду Может что-то получилось, потому что было видно И владения было бы, возможно, побольше, чем у Владимира И атаки были? Ну, надо игру проанализировать Потому что сбровки очень многие моменты сбываются Я ребятам сказал в раздевалке Что если мы хотим выигрывать Нужно показывать в первую очередь и характер Нужно брать на себя ответственность Нужно, чтобы лидеры появились в команде именно по такующих действиям Потому что была тяжелая игра Нужно было где-то брать на себя Пытаться идти в обыгрыш, пытаться обыгрывать Но у нас такого, к сожалению, сегодня не получилось Поэтому посмотрим, проанализируем Потом уже найдем время похвалить Похвалить нам всегда метро Юрий Сергеевич, вы работали в Санкт-Петербурге В Армении, сейчас в Чите Что вот мне удалось в Армении? Очень много таких ситуаций Когда тренер приезжает и довольно-таки быстро И в этой стране почему-то уезжает Слушайте, ну там я, во-первых, приезжал не главным тренером Я приезжал помощником Интересный чемпионат, хорошая страна Только положительными не остались эмоции От проведенного времени Но я бы скажу так Очень импульсивные руководители клуба в Армении Поэтому они очень быстро решают вопросы по отставкам Сейчас получается в нашей команде, в которой мы работали Сменилось уже два главных тренера Сейчас третий главный тренер Поэтому возможно где-то вопрос и в руководстве клуба Что не дают поработать Еще вопрос, коллеги? Тогда всем спасибо Желаем вам хорошего времени Всего рождения в Владимире